В наше время сериалы выпускаются с такой скоростью, что легко упустить из вида действительно стоящие. Но, к счастью для многих, мы следим за их премьерами и докладываем вам о самых интересных. Вот 8 сериалов весны, которые действительно стоят вашего внимания. Террор Террор — это экранизация исторического романа от Дэна Симмонса в жанре мистического триллера. Создатели сериала уточнили, что Террор — это начало антологии, и у следующего сезона будет новая настольная книга. В основе сюжета — реальная история арктической экспедиции Франклина и двух английских кораблей — Террор и Эрибус. В 1845 году они отправились через Канадскую Арктику искать проход, который соединит Британию с Тихим океаном. Террор — это один из самых масштабных сериалов 2018 года, с актерами из «Игры престолов», с Ридли Скоттом в качестве продюсера и с большим и свирепым медведем. Перед просмотром приготовьтесь к боли. Террор кровав, жесток, несправедлив и трагичен. Это лед, Джорджи. Просто лед. Призрачная башня О трагедии 11 сентября уже есть сериалы. Авторы нынешнего мини-сериала «Призрачная башня» решили сконцентрироваться на исторической достоверности. В основу сериала легла книга Лоуренса Райта о масштабном журналистском расследовании. Так что у зрителей появилась возможность узнать, кто же на самом деле виноват в трагедии. Ваше правительство подвело вас. Агенты ФБР и ЦРУ здесь объединяют усилия в борьбе с растущей террористической угрозой со стороны Усамы Бен Ладена и Аль-Каиды. Однако вскоре ведомства начинают соперничать друг с другом. Вы отказываетесь делиться данными с моими агентами. Именно это, по мнению авторов сериала, и приводит к трагедии 11 сентября и войне в Ираке. На протяжении 10 эпизодов «Призрачная башня» покажет людей с большой властью, большими амбициями и большими недостатками. Траст. Траст — это телевизионная версия реальных событий, которые мы совсем недавно видели в фильме Ридли Скотта «Все деньги мира». Насколько я помню. В 1973 году Пол Гетти III приезжает к своему деду, нефтяному миллиардеру. Он живет в роскоши, но славится мелочной скупостью. Пол надеется, что тот оплатит его сравнительно небольшие долги, которые парень наделал в Италии. Наркотики? Нет, конечно нет, сэр. Но в результате его похищают бандиты, а дед отказывается платить. Ни единого цента. Сериал подробно рассказывает о произошедшем и покажет совершенно другую точку зрения на известные события. Но вы ведь знали об этом? Если у сериала будет второй сезон, авторы шоу обещают посвятить его молодости Пола Гетти и рождению его нефтяной империи. Барри. Барри — это американский телесериал в жанре черной комедии. В основе сюжета история о бывшем Морпехе, который теперь работает наемным убийцей где-то на Среднем Западе. На очередном деле он знакомится с компанией дружелюбных молодых актеров и решает сменить профессию. Поехали! Я не знаю, что говорить. Ух ты. Сценарий к сериалу писал Билл Хейдер. Это талантливый комик, но еще более талантливый актер. Он также срежиссировал в сериале некоторые эпизоды и сыграл в нем главную роль. То есть, получается, Барри — это целиком его авторская работа, в которую поверила и щедро проспонсировала HBO. Сиал пестрит множественными отсылками на разные фильмы и высоким уровнем киношного остроумия. Вероятно, поэтому Барри уже продлен на второй сезон. До встречи в понедельник. Убивая Еву. Это экранизация серии романов Люка Дженнингса. Сюжет повествует о наемной убийце-психопатке Вилланелле и охотящейся на нее Еве, сотруднице службы безопасности. Это типичный шпионский боевик о яростном противостоянии двух умных женщин, одинаково одержимых друг другом. В сериале вас ждут самые изощренные убийства, показанные с реалистичной жестокостью, непредсказуемые повороты сюжета и черный британский юмор. В итоге убивая Еву и развлекает, и устрашает. А самое главное — делает это он ненавязчиво и легко. Не дожидаясь премьеры, канал BBC Америка продлил этот восьмисерийный шпионский триллер на второй сезон. Затерянные в космосе Этот сериал — ремейк-перезагрузка сериала 60-х годов, очень популярного в США. Сама концепция «Затерянных в космосе» уже получала продолжение в 98-м году в виде полнометражного фильма. И вот 20 лет спустя появилась третья версия. По сюжету семейство Робинсонов вместе с другими колонизаторами терпят крушение на неизвестной планете. Им предстоит преодолеть множество трудностей, пытаясь выбраться из чужого мира. Сериал получился максимально невинным и беззастенчиво простым. Здесь вы не увидите масштабных сражений, экшена и спецэффектов. Это шоу получилось неплохим развлечением для всей семьи. И, скорее всего, именно таким оно и задумывалось. Несмотря на то, что это ремейк сериала 60-х годов, новые «Затерянные в космосе» могут считаться самостоятельным произведением, которое до самой финальной серии будет поддерживать интриги. Тайная власть Этот шпионский триллер, состоящий из восьми эпизодов, — детище британских авторов. Макс Истон — бывший агент МИ-6, но вынужден вернуться на службу, чтобы отомстить за смерть своего сына. Макс оказывается в самом центре заговора спецслужб, нацеленного на то, чтобы извлечь максимальную прибыль от распространения хаоса на Ближнем Востоке. Оригинальное название сериала — «Дипстейт», что в дословном переводе означает «глубинное государство». Другими словами, «Дипстейт» — это политическая ситуация, при которой страной управляет не официально избранное руководство, а теневое правительство. Авторы проекта решили представить публике свое видение того, кто там на самом деле правит миром. Переправа Переправа — это динамичный научно-фантастический триллер, сотканный из догадок и предположений. Сериал выполнен в жанре, именуемом как доапоклиптический, где события, которые разыгрываются в настоящее время, являются прелюдией к концу времен. В 22 веке людей геноцидят собственные научные разработки, и в результате человечеству приходит конец. Чтобы выжить, люди бегут в прошлое. Что происходит? В этом сериале вместе сплетаются настороженность к чужакам, тревога за будущее и вездесущие шпионы. Это легкое развлечение для поклонников мистики и фантастики, и попытка вернуть каналу ABC славу эпохи остаться в живых. Это были 8 сериалов весны, которые действительно стоят вашего внимания. Не забывайте подписаться на канал и всем удачи! ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ